Выступлением в Сочи, как и в прошлом году, Кубанский казачий хор откроет свой 202-й концертный сезон. Южную столицу народный коллектив привез уникальную программу. Впервые с ней хор выступил в Московском Кремле в марте этого года. Зрители ждет немало сюрпризов. Одновременно петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах будет сразу 100 артистов. В программе помимо хитов прозвучат старинные казачьи песни и новые авторские произведения художественного руководителя коллектива Виктора Захарченко, который в Сочи впервые выступит в новом для себя качестве. Впервые маэстро Захарченко возьмет в руки старую, добрую гармонь и сыграет те наигрыши, которые он слышал у себя на родине в станице Дядьковской Краснодарского края, так как он, будучи мальчиком, без нот научился играть на гармоне. Выбор Сочи в качестве стартовой площадки для открытия нового сезона не случайен. Кубанский казачий хор не только активный участник мероприятий культурной олимпиады. Коллектив единственный из народных вносит звание посла олимпийских игр. Хор является послами нашей олимпиады Сочи-2014, и это тоже знаковое событие для страны, для мира в целом, потому что весь мир должен видеть, какие необыкновенные, уникальные коллективы есть в культуре Российской Федерации. Концерт кубанского казачьего хора пройдет в Сочи 24 августа, и как пообещали руководители коллектива, в фестивальные они пригласят сочинских ветеранов и многодетные семьи. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ